Здравствуйте! Вы смотрите Саморские новости спорта. Расскажу о них я, Сергей Кизоркин. Семья Румянцевых на Кросснации приехала в полном составе. Валентин и Ольга, дети Мария и Михаил. Жена и сын пока в роли болельщиков, а вот отец и дочь побегут. Валентин 2 километра, это массовый старт, Мария детскую дистанцию 300 метров. У нас спортивная семья, всех надо к спорту приучать. Дочка уже бегает второй год у нас, а этого готовим вперед, скоро побежит. Это вид спорта, для которого ничего не надо. То есть вышел, одел шорт и побежал, побегал до полчаса, вернулся домой, все, ты уже как бы чувствуешь себя человек. Всероссийский день бега по традиции в Самаре проходит на трассах спортивной базы «Чайка». В забегах на 1, 2, 4, 6, 8 и 12 километров участвуют все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. С каждым годом все больше на старт выходят ветераны бега, те, кому за 70. Разрядник, я не разрядник, но медалей имею много. Мы занимаемся в клубе 10 лет, большинство у нас дистанций такие легкие, 5, 10, 15 километров. Да, в отрадном занимаемся, клуб у нас хороший. Кросснации бежит вся губерния. В общей сложности почти 20 тысяч участников вышли на старт в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске. Кросснации день бега в России в Самарской области проводят на самом высоком уровне и собираются все жители нашей прекрасной области. Каждый выбирает дистанцию, какая ему по душе и на какую он на данный момент готов. Плечом к плечу с любителями кросснации бежали и профессионалы. Если первые за участие получили ценные призы, то для вторых это был тестовый забег перед чемпионатом страны. Соревнования пройдут в Оренбурге в конце октября. Это были самарские новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!